АЛМАЗНЫЙ КРАЙ Глаз Алмаз. Специалисты СОО рассказали, сколько лет нужно работать, чтобы разбираться в драгоценных кристаллах. Дети рады. В Ленске после ремонта возобновляет работу садик «Белочка». И к первой теме. Глава Якутии Айсен Николаев разрешил работу учреждений доп. образования и спортивных секций. Соответствующие изменения в указ Алдархан внес на выходных. Документ позволяет вернуться к привычному режиму спортивным залам, легкоатлетическим манежам, лыжным базам, ледовым дворцам и хоккейным кортом. Когда и какие именно секции заработают в Мирном, станет известно в ближайшие дни, пояснили в культурно-спортивном комплексе Алроса. Разрешил Айсен Николаев и проведение корпоративов, но количество его участников ограничено до 15. Под запретом остаются дискотеки, а общественным объединениям пока не позволяют проводить массовые мероприятия. Ужесточили в указе требования к водителям автобусов и работодателям. Рекомендуемая термометрия работников для всех работодателей на территории республики является обязательным. Контроль за исполнением данного аппункта будет осуществлять Министерство труда и социального развития республики как орган, отвечающий за охрану труда на территории. Между тем, в Якутии число заболевших COVID-19 растет. 16 ноября диагноз подтвердился у 242 жителей. Это новый антирекорд в регионе. Также республиканский оперштаб опроверг информацию об отмене режима самоизоляции с 1 декабря. Ее распространяют по мессенджерам. В сообщении, похожем на скриншот одного из порталов республики, говорится, что глава Якутии решил принять вирус в нашу повседневную жизнь. Это не соответствует действительности. Пока ограничительные меры в регионе продлены по 30 ноября. Среди тысячи призывников Алмазной столицы коронавирусную инфекцию нашли лишь у нескольких. Все инфицированные получили отстрочку до выздоровления. Об этом сообщили офицеры Восточного военного округа. Они приезжали в Мирный проверить, как в условиях пандемии в городе проходит осенняя призывная кампания. Гости встретились с властями района и представителями военного комиссариата. К здоровью призывников относятся ответственно. Военные части их направляют только после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Анализы у призывников берут за три дня до отъезда на сборный пункт, а в Якутске их проверяют на наличие антител. В случае выявления, хочу заверить, что таких практически нет или очень маленькое количество, порядка тысяч мальчишек мы отправляем с вашего региона. И буквально там единицы, которые были, скажем так, из общего количества удалены до их выздоровления. Розовый бриллиант «Призрак Розы» весом почти 15 карат продали на аукционе «Сотбис» за 26 миллионов 600 тысяч долларов. Покупатель камня пожелал остаться анонимным и во время торгов сделал ставку по телефону. Уникальный по характеристикам камень сотрудники «Алроса» добыли три года назад на месторождении и белях. Прежде чем попасть на аукцион, «Призрак Розы», как и остальные российские кристаллы, прошел через руки специалистов ЕСО. Наша съемочная группа побывала в помещениях единой с бытовой организацией. Три карата цветочки. В глазах у этих специалистов, вернее в руках, камни массой в разы больше. Крупным считается алмаз почти 11 карат. В этих помещениях повсюду порядок, столы ровным рядком, на каждом по мощной лампе. В белоснежных халатах трудятся сортировщики и эксперты. Требуется довольно много времени, чтобы стать экспертом. Ну, конечно, разница становится очевидной довольно быстро. Но чтобы сортировать алмазы с соответствующим качеством, требуются годы практики. Годы – это по 5, 10, 15 лет. Сама же единая с бытовой организацией существует с 1996-го. ЕСО в профессиональных кругах называют «Единой кладовой». В нее алмазы, добытые компанией «Алроса», попадают из разных регионов страны. Чтобы обрести хозяина, камню нужно поучаствовать в целой производственной цепочке. Пройти сортировку по размеру, форме и цвету. Попасть в бокс к другим алмазам. Побывать на осмотрах, фотосессиях. И это еще не все. В «Единой» с бытовой организацией работает более 500 человек. Примерно половина задействована в производстве. На него в этом году, конечно, повлияла пандемия. Мы выводим порядка 70% численности нашего персонала. Люди сидят с интервалом более полутора метров друг от друга. Георгий Медведев – начальник отдела диспетчеризации производства. В этом отделе уже нет увеличительных приборов и пинцетов. В помощь молодому управленцу – ноутбук. Вроде бы ничего романтичного, но Георгий доволен. Я горжусь своей работой. Я работаю в окружении профессионалов, бизнес-ориентированных профессионалов. Это круто. Каждый день новая задача, каждый день новое решение. Каждый день нестандартный кейс, который необходимо решить. Как добыть алмазы люди поняли уже давно. Но какой в них смысл, если кристаллы не уметь продавать? Желтый алмаз с ибеляхой или прозрачный из удачного – почти все кристаллы России реализуют сотрудники ЕСО. Четкую систему сбыта на предприятии вырабатывали десятками лет. В мировые алмазные центры и ЕСО ежегодно отправляется около 40 миллионов каратов алмазов. Путь кристалла продолжается, открывая новые горизонты для компании «Алроса». Кристина Коширина, Роман Шепелев, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Продавать алмазы в российский ГОХРАН в этом году «Алроса» пока не планирует. Но не исключено, что воспользоваться такой возможностью руководство алмазной компании решит в 2021-м. В этом году у нас теоретически есть такая опция, если в декабре рыночные условия ухудшатся. Мы можем легко продать в ГОХРАН. Но мы не видим никаких предпосылок к тому, что ситуация в декабре ухудшится существенно. Но в следующем году этот инструмент должен быть на столе, прокомментировал генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов. Напомню, в октябре из-за пандемии и низких продаж алмазов снизился и доход в республиканский бюджет. О государственной помощи для «Алроса» Сергей Иванов договорился на встрече с Владимиром Путиным. На руднике «Айхал» приступили ко второму этапу модернизации энергооборудования на главной вентиляторной установке. Ее специалисты считают сердцем всей подземки, потому что установка подает воздух в горные выработки. А значит, весь процесс добычи зависит от бесперебойной работы этого объекта. После усовершенствования энергоблока оборудование позволит определять и устранять возможные аварийные ситуации заранее. На данных ячейках будут заменены терминалы защит на более современные, потому что данные ячейки 2002 года выпуска. Ну и это также позволит повысить надежность главной вентиляторной установки. Помимо оборудования в подземках «Алроса» заботится и о природе. Силами компании в Миринском районе посадили 8 миллионов семян сосны. Их закупили в северном питомнике Иркутска. Семян хватило на 46 гектаров земли. Это соизмеримо с той площадью леса, которую 7 лет назад пожары уничтожили между поселками Светлым и Чернышевским. Сельщики работали вручную с помощью пластиковой бутылки. Лучше не придумаешь, потому что это метод природы. Даже если половина из семян взойдут и приживутся, то есть это уже компания содействовала в возрастании, в том, что вырастет 4 миллиона дерева. В лучшем случае 8 миллионов деревьев. Это же замечательные цифры. То есть мы даем шанс, этими работами даем шанс лесу восстановиться. В Ленске завершаются ремонтные работы на социальных объектах. В дорожную карту попали детские сады, школы и даже больницы. В этом году на их улучшение выделили более 300 миллионов рублей. Что нового появилось в важных для Ленского района учреждениях, разбиралась Ксения Журавлева. Поискать животных и подышать свежим воздухом – все это маленький Андрей может делать с утра по пути в садик. Добирается в него через парк. Пока малыш не привык каждый раз расставаться с родителями надолго, но родители уверены – скоро адаптируется, как и старший брат когда-то. У нас старшему сыну 6 лет, и он очень любит детский садик Белочка. И, конечно, удобно, когда старший ходит в один садик с младшим. Поэтому, ну и, конечно, там очень хорошие воспитатели, заведующие, вообще весь персонал. В марте этого года детский сад Белочка закрывали на ремонт. На время его воспитанникам пришлось сидеть дома. Скучали по друзьям. Мне нравится ходить в детский сад, потому что там я играю в корабли из лего. Мы спим, потом подсыпаемся, и другой воспитатель приходит, а другой уходит в другую в ящерки, чтобы воспитать. В детсаду полностью заменили окна, двери, сантехнику и электрику. Положили новую плитку и линолеум. В ближайшее время завершится ремонт бассейна. Изменениями сотрудники довольны. Ожидают партию игрушек. Ой, как мы долго ждали открытия детского сада. Конечно, нравится всё, что мы всё-таки возвратились сюда. Здесь такая всё равно обстановка наша. Всё, мы встретились все вместе. Полгода мы не видели друг друга. Это счастье. Просто вот это общение. В этом году отремонтированных учреждений в Ленске стало больше. Строители работали и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и в отделении реанимации. Подготовили площадь для временного размещения детской школы искусств. Но и это ещё не всё. Заканчивается большой ремонт в начальной школе номер два. В настоящий момент там уже всё идёт к завершению. И я надеюсь, что к первому декабря, наверное, дети уже будут в своей школе. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в Ленском районе продолжают улучшать условия в социальных учреждениях. Что войдёт в план ремонта на следующий год, решится в декабре. Ксения Журавлёва, Алексей Снин, телеканал «Алмазный край». А в Батагае тем временем поликлиника прошла экспертизу госстроенадзора. Новое двухэтажное здание, которое в посёлке возвели при поддержке компании «Алроса», обеспечит медицинскими услугами жителей Верхоянского района и других ближлежащих. Поликлиника площадью 3000 квадратов оснащена двумя лифтами и оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Власти мирного призывают предпринимателей приступить к новогоднему украшению зданий. В мэрии считают, атмосфера праздника должна витать в воздухе, несмотря на пандемию. Принять участие в праздничной подготовке могут владельцы любых заведений. В вечернем и ночном оформлении рекомендуется использовать всевозможную новогоднюю рождественскую атрибутику. Фигуры Деда Мороза и снегурочки, снеговика, оленя. Особое внимание просят уделить цветовому оформлению. Не будут лишними гирлянды, световой дождь и композиционные сетки фонтан, фейерверк, снежинка, шар, новогодняя звезда, новогодняя лента и прочее. На этом все. Новости региона также смотрите в социальных сетях и на ютубе, чтобы всегда быть в курсе событий. До встречи.